который был тоже как бы в конфликте с президентом в то время Борисом Ельцином, и он мне говорил, вот как же мне поступать, он пришел в гостиницу и говорил, вот как же, вы можете дать совет? Я говорю, я нет, вы знаете, есть одна инстанция, которая может вам помочь. Господь Бог, Господь Бог, да, это точно. Вот, вы знаете, он обратился и с женой, и с ним мы вот даже помолились тогда, я помню, и он получил ответ. И сейчас такой, да, еще один вопрос к вам. Пожалуйста. Скажите, вот по вашему мнению, может ли сосуществовать в одном человеке политик, профессиональный политик и духовный человек, человек, который, ну, как бы верит в Бога, верующий человек, возможно ли такая гармония? Конечно, возможно, если Леонид Черновецкий, мой супруг. Да, я прошу прощения перед нашими телезрителями, перед вами, я забыл представить и сказать, что Алина Степановна, жена очень уважаемого, известного человека, мэра старейшего города на Руси, Киева, Леонида Черновецкого. Прошу прощения, продолжайте. Значит, ввиду того, что мой муж является и политиком, и христианином, и он уже христианин почти 12 лет, вообще-то он христианин с рождения, и просто более приблизился в последнее время, еще больше приблизился к Богу последние 12-15 лет. И он политик, он трижды депутат Верховной Рады, то есть здесь сенатор. И он на сегодняшний день мэр, и он в последние выборы тоже был выбран, и он шел из нашей Украины, как член нашей Украины, естественно, партии нашей Украины, и он был избран одновременно мэром, и избран одновременно депутатом, и он выбрал должность мэра. Алина Степановна, может быть, вы что-то хотите спросить у меня? У вас? Когда вы приняли Иисуса Христа своим Спасителем? В нашей такой не религиозной программе, несколько интересно прозвучал ваш вопрос. Да, я действительно верующий человек, так меня в всяком случае называют, как я говорю, есть такие слухи. И Господа я принял, когда был молодым, и тоже в очень такой интересной ситуации, я был человек, который кичился своим знанием философии, Канта, Гегеля, Ницше и так далее, а со мной встретился, значит... Вам тяжело было принять Бога? Не знаю, не знаю. Мне, может быть, тяжело, а Богу, наверное, легко было меня найти. Да, это точно, это точно. Он всегда рядом с нами. Да. И вот я встретился в одном из ресторанов вокзальном с верующим, который мне стал рассказывать о том, что есть люди, которые не боятся будущего, то есть не боятся смерти, иными словами. А я говорил, это неправда, отец. Все боятся смерти, все боятся будущего. И он сказал, есть такая группа на земле, где верующие, которые верят, что их жизнь продолжается. Ну и теперь вы верите в это? Ну вот я теперь, вот уже много лет, да, я как бы верю. Верите, слава Богу, слава Богу. Или в то, что есть Бог, как был такой поэт прекрасный Николай Гумилёв, он написал, есть Бог, есть мир, они живут вовек, а жизнь людей сера и чуть убога, но все в себя вмещает человек, который любит жизнь и верит в Бога. Ну вот еще один вопрос, Алина Степановна, к вам. У всех у нас бывает нелегкое время в жизни. Я вспоминаю время, когда на Украине или в Украине, как сейчас говорят, некоторые средства массовой информации с таким злобным как бы направлением, если можно сказать, они называли в печати, после того, как ваш муж победил на выборах, называли его, как бы они так считали, сектантом презрительно. А вот вы как относились к таким вот, ну я не считаю это оскорблением, но вот таким выпадом? Как христианка. Ну как христианка? Как христианка, я всех люблю. И поэтому меня абсолютно, меня абсолютно это не волнует, в том смысле, уже я христианка, я люблю всех, и люди же сами, они не знают, что они говорят. И люди же, вы знаете, они прекрасные, но какой дух в них, и какой дух в них говорит. Есть дух Божий, есть дух от дьявола. И они могут быть просто в заблуждении. Гибнет мой народ, не зная мой закон, говорит Господь. И людям нужно относиться всегда с любовью, и с любовью объяснять им, что они неправы. Алина Степановна, но вы еще не только христианка, но вы еще и человек, и любящая жена, как я знаю. И человек, если я правильно понимаю, хотя вы это и скрываете, но вы человек немного ранимый. Ну и все, я тоже такой, кстати. Я всегда стараюсь не радоваться, когда меня хвалят, и не огорчаться сильно, когда меня ругают. Но все равно я человек, и бывает иногда больно. Да, точно, вы правильно говорите. Но мне никогда не бывает больно с тех пор, как я познала Бога. Я вам объясню. Меня дедушка с детства воспитывал и учил, когда мне делают зло, делают добро. И говорил, что только тогда, когда мне сделали зло, я сделаю добро, этот человек может понять, насколько он злой. Поэтому я везде сею только добро. Вам, наверное, сложно это понять, я не знаю. Но я это делаю, и мне очень просто. Алина Степановна, вы сказали, что вы любили играть в прятки. А вы помните какую-нибудь считалку из детства? Ой, тяжело вспомнить. А вы не помните такую? На золотом крыльце сидели царь-царевич, король-король. Конечно, да. А с высокого горба катылась от торба? Да, да, да. Но я родилась же в Тбилиси. А, там. И, значит, не по-другому, точно так же. Я ходила в русский детский сад, я закончила русскую школу и поступила в Харьковский юридический институт. Поэтому мой родной язык – это русский, я вам скажу. Хотя я знаю прекрасно грузинский язык, я понимаю прекрасно армянский язык и немного разговариваю на армянском. И сейчас я прекрасно понимаю украинский язык и изучаю его. И стараюсь еще изучать английский язык. Я очень надеюсь, что скоро буду с вами свободно разговаривать на английском языке. Welcome. Продолжение следует... Еще такой вопрос, Алина Степановна, на ваш взгляд, изменилась ли в последнее время, ну скажем, в последние десятилетия роль женщины на Украине, ну или вообще на территории, вот цивилизованной территории бывшего Советского Союза? И может ли в будущем, вот вы, женщина, человек активный, верующий, политизированный, может ли в будущем вообще роль женщины возрасти или она может уменьшаться? Потому что вот сейчас в России они сделали исследование, у них роль как бы женщины, которые занимали ключевые позиции, сейчас количество таких женщин очень резко уменьшилось. А как вот ваше личное мнение? Значит, я вам скажу, это зависит от женщины. Бог создал мужчину и женщину свободными людьми. Поэтому в Эдемском саду и было одно дерево добра и зла. Бог нам дал свободу выбора. И женщины те, которые хотят достигнуть политики, бизнесе или достигнут, ставят определенную цель и достигают эту цель, если они этого хотят и трудятся, они достигнут. Спасибо.